Но он же не может быть убийцой только потому что... В моде инкреди бокс спрунки есть уже подтвержденная информация о том, кто всех убил. И это Венда, то есть белая. Однако, разработчик оставил небольшую интригу того, кто же может являться вторым убийцей. Может быть, их даже немного больше. Будь здоров, меня всё ещё зовут Павел Князич, и я тебе предлагаю сейчас своё мини-расследование, где мы с тобой попытаемся отыскать маньяка. Среди этих милых созданий есть нездоровые и нестабильные личности с ужасными помыслами, что привело к ужасным последствиям. Кто-то, конечно, выжил, а является ли выживший нашим другом? Убийца-то не один. Хотелось бы выяснить, кто как погиб, а кто по счастливому стечению обстоятельств выжил. А тем временем я выложил у себя в телеграм-канале способ, как поиграть во все моды инкреди-бокс-прунки. Поэтому, если что, подписывайся, там и выкладываю такое частенько. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Давай сразу же наведем справки медицинские ля. Кто у нас уже умер? И к ним у нас претензий пока что нет. Естественно, среди них оказывается Оранж, ему точно конец. Хотя, судя по звуку, его бедное сердечко еще стучит. Однако другие мертвые персонажи издают биты, музыку и ничего такого в этом нет. Оранжевый умер. Как и другой персонаж, Клукор. Ему вообще снесло полхлебала. И теперь тарелочка опускается ниже. Ну и нашему Рэдди тоже не повезло. Кстати, его можно потянуть вниз. И все это смотрится достаточно жутко. Как будто чем дальше, тем хуже. Ская вон вообще проткнули. Он тоже не выжил после всей этой мясорубки. А золотого Гарольда вообще раздавило изнутри. И меня немного удивило то, что Гарольд оказался мертвым. Ведь он вроде как робот. Скорее всего тот факт, что его, мистера веселого компьютера и фан-бота, создал Клукор, не делает Гарольда автоматически роботом. Возможно, он киборг. Но золотого парнишку это не спасло. И к этому явно приложил свои ручонки один из убийц. Вероятно, Венда. Хотя у нее подтверждена официально одна жертва. Таннер. В кошмарной версии Таннера у нас с дыркой. Известно о том, что у этого персонажа имеется пистолет. Но его же собственным оружием с ним расправилась Венда. Ну не может же быть такого, что у него внезапно появилась дырка. Пришел дырка. Пришел дырка. Расчет покойничков окончен, а сейчас глянем на наших выживших. И из них кто-то явно может быть убийцей, кроме Венды. С ней-то все понятно. Безумная бабища. Шире всех улыбается. И только она рада данной ситуации. А может быть не только. Как сказал разработчик, Венда не единственная убийца среди этой компашки. Для своих преступлений она использовала нож, что официально подтверждено. Ну а также застрелила Таннера. То, что она в основном использует нож, неплохая зацепка. Однако пока что нам это ни о чем не говорит. Она с этим ножичком могла сделать все что угодно. Искусный вырезатель, блин. Хоть просто тыкнуть, хоть пол хлебала отрезать. Но перейдем к остальным выжившим. Грей. Как он спасся? Только благодаря тому, что хорошо спрятался. И на его лице отпечатался тот самый ужас. Видимо за ним гнались, его искали. Но ему очень хорошо повезло. Чего не сказать о коричневом. Но на него откусанное лицо никак не повлияло и ему похорон. Он жив и то хорошо. Дюрпл. Он вообще никак не поменялся в режиме ужасов. Только он немного испугался, как и Грей. О нем есть еще кое-какая инфа. То, что он ненормальный. Может ли это быть намеком на то, что он убийца? Да вряд ли. Скорее всего разработчик тут хочет замести следы. Как бы у нас есть такой ненормальный, и он вполне может быть убийцей. Сугубо, по моему личному мнению, убийца в этой игре не может быть испуганным. Венда подтверждает. Пинки. Ей вообще съели лицо. Кстати, возможно, она получила такое ранение при нападении Венды на Оранжа и на нее. Поскольку известно, что они встречаются. И только Пинки смогла выжить. Джевин, он же синий, выглядит подозрительно спокойным. Даже при таких обстоятельствах он не напуган. Но он и не улыбается. Он как будто бы холоден и расчетлив. Явно походит на убийцу. И конечно же, я бы мог его записать в подозреваемые, если не одно но. Разработчик сказал, что он на хорошей стороне. Понятно, синего больше не трогаем. Лайм. Он вроде как тоже выжил. Хотя ни его смерть, ни его жизнь никак не подтверждаются. В ужасной версии он вполне себе жипчик. Но только рот куда-то дел. И теперь он всегда улыбается. Кстати, официально его зовут не Лайм, а О-ВА-К-К-К-К-К. Ну, наверное, блин, язык сломаешь в трех местах, пока будешь это читать. Давай просто называть его Лаймом. Любопытный факт, то что Лайм был освобожден. Или он сбежал из психиатрической больницы. Запоминаем эту инфу, позже она нам пригодится. Остались другие выжившие. Веселый бот, грустный из-за смерти своего создателя Клукра. Как и Мистер Компьютер, последний вообще велит нам бежать отсюда. И среди остальных выживших есть те, кто превратился в монстров. Зеленая девчуха Венерия. Как оказалось, внутрь нее росло какое-то растение. И поэтому она так выглядит сейчас. Мистер Солнце превратился в глаз. Мистер Дерево почернел и вместо рожи наклеил объявление о пропаже человека. К чему бы это? Есть ли в этом какая-то отсылка, не знаю. Кроме Слендермена ничего в голову не приходит. Саймон Желтый. Вот он откусил часть лица у коричневого. И при этом не стал доедать, потому что подавился. Это только подтверждает, что в своей монстрической форме персонажи становятся злыми и агрессивными. Возможно, это их защитная реакция на внезапную опасность. Поэтому они все стали монстрами. Скрытые способности, так сказать. Остался еще один таинственный черный персонаж. Мы не знаем его настоящего имени. Его просто зовут Черный. Черный не появляется в обычном режиме. Когда мы надеваем шляпу на спрунке, он перемещает нас в этот иной мир. И о нем пока ничего не известно. При всей своей загадочности он вполне мог стать вторым убийцей. Тем более на его злую сущность такая замечательная отсылка. Надеваем шляпку и свершается ад. Внезапно кого-то грохнули, а кто-то превратился в монстра. И лишь немногие еле унесли ноги и смогли выжить. Некоторые легко отделались ранениями. Так что вполне может быть, что Черный работал вместе с Белой. Но есть еще один выживший персонаж, которого я уже упоминал. Он сбежал из психушки. А может быть его выпустили оттуда. Но судя по его роже, лечение он не закончил. И раз уж допускается тот момент, что он сбежал, возможно так оно и есть. Лайм. Вот кого-кого, а его безумные глазенки выдают в нем психованному маньячеллу. Да и разработчик, как ни странно, в его защиту ничего не говорил. Он только выгородил синего, который слишком подозрительно был спокойным. Лайм, конечно, тоже ранен. Но безумен. На мой взгляд, помимо Черного, это самый подозрительный персонаж среди всех. Может быть он так себя изувечил только для отвода глаз. Чтоб все думали, что он тоже жертва. Хотя, целехенек. Здоров и полон сил. И самое главное, безумен. Поэтому он вполне мог совершить с собой такое. Сам себе разрезал такую улыбу, подобно Джеффу-убийце. Все хлебало в раковине оставил. И каковы наши итоги? Кто у нас среди подозреваемых? Одна подтвержденная убийца. И подозреваемые черный. И Лайм. Хотя вполне допускаю, что среди остальных убийцей может быть и монстр. Ведь желтый пытался съесть коричневого. Значит и другие монстры могут причинять вред. Но как мне кажется, солнце и дерево ничего сделать не могут. А фанбот причинить вред тоже не может. Он слишком грустный. Он тоскует по своему создателю. Это не безумная машина, иначе бы мы это видели. Хотя, все зависит от самого разработчика. Я лишь могу назвать еще двоих, кто может потенциально являться убийцей, кроме Венда. Ну а как ты думаешь, кто же на самом деле второй убийца? Сколько по-твоему вообще убийц в спрунке Incredibox? Напиши свое мнение в комментариях. Ну и не забудь подписаться на мой канал, нажать на раздолбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. На мою группу во Вконтакте, на мой телеграм-канал тоже подпишись. Все ссылки в описании. Поставь лайк этому видео, поделись им со своими друзьями и у себя где-нибудь на странице. И не забудь оставить любой комментарий под этим роликом. Всем поки, до свидос. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok